Четырехлетний Ельдос сразу узнал старых знакомых, но радость от встречи сменилась детским смущением. Трагедии, которую пришлось пережить мальчику, серьезно пошатнули его здоровье. Сегодня малыш проходит реабилитацию. С ним работают дефектологи, логопеды и психологи. Но, несмотря на старания специалистов, Ельдос пока не может сделать и шага без посторонней помощи. Он, конечно, с другими детьми вроде бы радуется. Тоже, наверное, хочется ходить. Я думаю, что здесь должна быть в первую очередь взаимосвязь родителей и с нашими специалистами. Думаю, что будет результат хороший. Год назад малыш попал в тяжелую аварию. В больнице ребенку сделали сложную операцию. А далее кома. Все шесть месяцев, пока Ельдос был без сознания, в чудо верили мама, а вместе с ней и врачи. Но когда мальчику стало лучше, произошла очередная трагедия. Он снова попал под машину. Он такой жизнерадостный, хочет играть, веселиться. Дома не может сидеть, ему скучно, требует общения. Мальчику, успевшему пережить две тяжелые аварии, через два месяца исполнится пять лет. Теперь все надежды родители Ельдоса возлагают на реабилитационный центр. Они не перестают надеяться, что в скором будущем ребенок ничем не будет отличаться от своих беззаботных здоровых сверстников.